всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала стараюсь я не вмешиваться конечно в политическую жизнь нашей страны считаю что я не являюсь политиком но когда так очевидно обманывают людей друзья уже сил никаких нету терпеть то что вы сейчас видите у себя на мониторах эта статистика за пол месяца мая и за пол месяца июня по украине по заболеваемости это как вы видите дата это сколько было проведено тестов а это сколько заболевших я не буду произносить какие слова вы сами понимаете да всеми так понятно чего потому что youtube потом не хочет монетизировать видео да и не хочет его ранжировать поэтому я не буду говорить вы все понимаете что сейчас происходит в мире и чем это связано что это за тесты и что это за заболевание итак друзья провел проведя небольшой анализ этих данных до эти данные давала министерство здравоохранения украины это доступные данные вы можете зайти на сайт и сами посмотреть вот что я увидел что я увидел да я сам вывел вот эти проценты в каждом случае что это за процент это соотношение заболевших к количеству проведенных тестов друзья почему я делаю это видео потому что нас нагло обманывают нам начинают кричать что у нас какая-то вторая волна идет у нас никакой второй волны нету у нас люди начинают выздоравливать я очень вас сильно прошу поделитесь этим видео чем больше это видео наберет просмотров тем больше она получит резонанса и и мы сможем добиться уже нормального адекватного поведения наших друзья властей к нам давайте смотреть в среднем в мае друзья в среднем в мае заболеваемость была у нас от 4 до 6 процентов один день вроде было восемь да вот один день было восемь процентов это в мае друзья а в июне когда начали послаблять меры то наоборот друзья наоборот пошло на спад почему потому что люди начали гулять люди начали выходить на солнышко люди начали вести активный образ жизни дышать воздухом я еще одно видео обязательно выпущу нам никто не говорит что нам надо делать для того чтобы усилить свой иммунитет я уже друзья как минимум два а то и три года не болею никакие не на какие орви максимум может быть какой-то насморк запершит там в горлышке я поделал процедурки по полоскал у горла соленой водой все и забыл понимаете я тоже человек да тоже можем он могу где-то выпить холодной воды простудить горло вот но опять же говорю это все быстро лечится но никто нам не говорит о том что нам надо заботиться о своем иммунитете следующее видео я обязательно друзья выпущу как и какие у нас пять самых главных факторов которые укрепляют наш иммунитет для того чтобы не болеть друзья но не об этом сейчас еще раз прошу распространяйте это видео не стесняйтесь пересылайте чем больше наберет она просмотров тем больше тогда может быть кто-то уже у они увидят они по-любому увидят что они облажались понимаете они нам кричат о второй волне а статистика нам говорит совсем другое мы же не дурные украинцы мы же считать умеем мы же можем вывести процентное соотношение и так друзья смотрим в мае у нас средняя за май была 493 процента друзья заболеваемость по сравнению с тестами да то есть если взять все тесты и всех заболевших то средняя за май было 493 это в то время когда не работали метро это в то время когда был жесткий жесткие меры были да не хочу говорить некоторые слова потому что знаю что зарубит youtube видос но это в то время когда было все по жестяку процент был вот такой в июне же пошло послабление этих всех мер и и средняя за июнь у нас 404 процента друзья почти на процент упала у нас за июнь потому что солнышко начало хорошо пригревать а всякая вот это хворь она боится солнечных лучей понимаете плюс солнечные лучи это витамин d это один из пяти компонентов которые наш иммунитет укрепляют поэтому людям надо ходить гулять людям надо ходить на улицу дышать свежим воздухом но это будет следующем видео какие надо делать процедуры которые занимают всего лишь пять минут в день друзья для того чтобы был крепкий иммунитет и как я уже три года минимум не болеть ни на какие болячки друзья хотя я езжу в польшу хоть хотя я там тяжело работаю иногда и под дождь попадаю и все что хочешь иногда и приходится по щиколотки в воде ходить трубы носить но не об этом сейчас друзья давайте покажем им своими лайками своими гневными комментариями под этим видео что мы не дураки и хватит уже украину травить друзья уже травить этими всеми волнами их ними хватит во первых что я считаю почему это все происходит первое хотят сдержать выезд людей за границу не хотите чтобы люди уезжали дайте нормальные зарплаты они говорят нам чтобы мы и шли строить дороги по всей украине сейчас идет постройка дорог и по мол устраивайтесь на постройку дорог тогда эти нормальную зарплату что это за зарплата 10 тысяч гривен можно на нее содержать семью друзья двое детей можно сейчас же коммуналка только около двух тысяч гривен а садики школы туда-сюда детям купить одежду и все остальное все и нету зарплаты а если ты хочешь заплатить за квартиру если вы живете в арендной квартире поэтому а каких-то 100 200 долларов отложить на будущее вдруг пойдет третья волна из-за этих идиотов понимаете но это не зарплата десятка я считаю это не зарплата нормальный мужик должен минимум штуку баксов зарабатывать минимум 25-30 тысяч гривен вот если в гривне переводить поэтому поэтому друзья не дадим им пишите свои гневные комментарии уже хватит этих волн уже все европейские страны открывают границы все европейские страны уже открывают туристические посещения своих стран а я знаю почему наша страна дальше продолжает и дальше продолжает хайповать на этом всем деле а знаете почему а потому что на борьбу с этим всем делом было выделено почти два с половиной миллиарда гривен было отправлено в китай 10 этих наших самых мощных самолетов 10 рейсов сделала мрия завезла 10 грузов с масками с антисептиками и со всей остальной ерундой понимаете и они не успели их продать поэтому надо сделать вторую волну вот что я вам скажу я говорю я очень не люблю политику но меня просто изнутри уже распирает эмоции друзья как нас обманывают сколько можно над нами издеваться статистика после послабления мер статистика падает вот вы наглядно можете посмотреть по процентному соотношению вот в июне максимально было 6 процентов да и в мае тоже был был какой-то один день взрывной до 8 и 8 процентов почти 9 а вот у нас почти с теми же самыми результатами 6 0 5 то есть тоже был в июне тоже был взрывной один день но всего лишь 6 процентов то есть даже взрывной день а так мы смотрим 2 и 6 3 3 тут кругом 4 4 с половиной 5 а тут кругом уже пошло на спад понимаете хотя меры были послаблены что они такое несут что за бред они несут количество тестов начало увеличиваться потому что закупили большее количество тестов друзья и количество тестов начало увеличиваться потому и количество заболевших начала увеличиваться но в процентном соотношении если это перевести в проценты заболеваемость общая начала падать друзья начала падать поэтому я прошу вас не стесняйтесь отправляйте это всем своим друзьям я просто сейчас вот выпущу это видео загружу его на youtube и просто всем в мессенджеры вайберы кругом во все группы где я только состою телефон будет сейчас горячий у меня друзья я это видео раз кину всем оно должно набрать максимальное количество друзья просмотров хватит нас обманывать людям уже скоро жрать нечего будет людей не пускают на работы людей не пускают нормально жить с нас хотят сделать цепных псов знаете посадить дома и все они под шумок друзья в это все время воруют наши с вами деньги понимаете что происходит принимают законы под шумок вот этот весь людям выйти на улицу нельзя потому что штрафами накажут понимаете а этот самые сами под шумок законы принимают там всякие разные интересные антиколомойские антишмаломойские все остальное понимаете землю продают последнее что украины осталось понимаете люди выйти на протест не могут потому что видите ли запретил у нас один человек сил никаких нету друзья мы я думал я честно вам говорю я так у меня такая надежда была на то что что-то изменится с приходом нового президента но я смотрю что после того как он стал президентом он просто поместился в какой-то вакуум понимаете вакуум и не слышит никого видосики только снимает там в инстаграме и все понимаете я не знаю какими он людьми себя там окружил какое окружение его окружает но это окружение капает ему на мозги такое ощущение как будто бы его загипнотизировали и все и у он поменялся совсем другую сторону если они шли на выборы с лозунгами для людей то и была какая-то надежда и была какая-то надежда друзья то сейчас надежда она умерла просто умерла я обычный человек я обычные работяга я не могу заработать в своей стране деньги мне приходится нормальные достойные деньги на тяжелой нормальной физической трудом работе мне приходится уезжать в другую страну так что они от меня хотят они хотят мне карантин вести они хотят не выпустить меня из страны то идите вы в одно место я лучше свиней буду разводить тогда у себя вон на участке в лесу и я буду сам их кушать понимаете но я никогда не пойду за нищенскую зарплату работать на этих дядь они будут обогащаться друзья будут нам рассказывать что у нас вторая волна а мы будем с вами впахивать на них они будут разграблять дальше нашу страну прошу вас пожалуйста раз несите это все я специально вчера потратил два часа времени чтобы эту всю статистику пересчитать по формуле процентном соотношении вывести под под каждую дату друзья процентное соотношение статистика по заболеваемости падает они просто под шумок в это время пока мы сидим дома в заперти воруют наши деньги подписывайтесь друзья на канал пишите свои комментарии ставьте лайки я думаю друзья что все-таки надежда есть надежда умирает последние друзья и в нашей стране будет еще праздники в нашей стране будет еще президент достойный который действительно сможет что-то решать и нашу страну поднять с коленей спасибо всем за внимание подписывайтесь будет еще много друзей интересного